привет прогрессивные друзья сейчас обсудим небольшую новость но просто на примере этой новости хочу показать как манипулирует как люди не видят вообще что у них перед глазами происходит из-за блокады донбасса ренат ахмедов остановил два предприятия это инакиевский металлургический завод и красно-дон уголь это произошло не из-за блокады там люди перекрыли истинные патриоты перекрыли дорогу для того чтобы не велась незаконная торговля там бандиты украинские но чиновники и силовые структуры сбу туда входят фсб сбу все это бандитские структуры два бандитских государства есть трудовой народ они за какую-то копеечку купали в сто раз завышали потом людям продавали как сделать делают это и здесь поэтому конечно не стоило так делать но тут ложь в том что из-за этого произошло и видите ренат ахметов ну то типа владелец называются республики народные вы подумайте ну две вот эти республики называются народными какие же ненародные если там миллиардер хозяин предприятия ну и вот эти типа там выбранные бандиты главе республик значит они уже ненародные нет ответ конечно понятно но тоже элементарно и если бы даже народные ополченцы ну как бы возникли то они бы что должны были делать передать предприятия людям люди должны быть владельцами вы должны быть владельцами где живете всего вообще всего никакие не начальники ну в общем то и все ну и наврали они я посмотрел где находятся эти предприятия по карте краснодон уголь он находится около границы с россией то есть никак на него не влияет военное действие вот этой границы вранье и уголь явно нужен то есть они могут работать вполне просто видно разломали предприятия но в плохом состоянии не содержится инфраструктура вся развали разломана кругом бандиты и поэтому уже не могут нормально работать естественно ну это закономерный итог металлургический комбинат я не понял думал почему он так прекращает работу но видно какую-то руду он покупал с украины а потом делал металлический прокат но у руду можно покупать из других мест там же с россией например не очень понятно конкретно они не описывают на самом деле там на сайте завода я зашел написано что они его модернизировали недавно ком 2009 двенадцатом году я верю в общем то там одно из крупнейших предприятий украины но разворовали разломали они его ну вот эти миллиардер он естественно работает связки связки с бандитами днр лнр и связки с украинскими депутатами министрами и с российскими все это как бы единая банда она против трудового народа вот что я хотел объяснить кто это не понимает ну и вот здесь вот такие смешные вещи пишут что уголь одна четверть это около одной четверти покупали то есть никакого дефицита на самом деле не могло бы быть и почему-то газа причем здесь днр лнр и газ сказали что газа не хватает то вранье то есть вполне могли должны были купить уголь другом месте газ но они все стаскивают как обычно народ то ли не понимает то ли что у него там и здесь вот это вот ну просто выбешивают меня пишут за гривну покупали а надо за доллар и какая разница меняйте гривну на доллар купите за доллар и люди-то платят дофигища везде и в украине и в россии какой-то чушь на каком-то уровне я не знаю бабки на скамеечке это какие-то ультра тупые бабки так разговаривают гривна доллар в общем закрыть надо сидим структуры дебютаты и рады бирнаторы и потом будет все хорошо пока ребята слава прогрессу